Ну, здравствуйте, мои любимые, замечательные, самые лучшие слушатели подкаста. И с вами Юлия Хадарцева. И сегодня вашему вниманию я предлагаю свой прямой эфир, который я дала в своем инстаграм-эккаунте. Эфир, который был посвящен вибрациям. В течение 30 минут я говорю о низких, о высоких вибрациях. Я говорю о том, как их внедрять, почему их обязательно внедрять и как проходить в нашу целостность благодаря этим вибрациям. Итак, добро пожаловать на подкаст о богатстве, ценности, себя и престижи с Юлией Хадарцевой. Полетели! Здравствуйте, мои прекрасные! Здравствуйте! Напомню, меня зовут Юлия Хадарцева. Я являюсь расстановщиком, психологом, психотерапевтом и специализируюсь на работе во всех временах и пространствах. И сегодня у нас с вами необычная тема эфира. Сегодня у нас тема эфира, которая посвящена нашим вибрациям. Очень часто вы меня спрашиваете о вибрациях. Очень часто я рассказываю вам о них. И сегодня я решила выйти в прямой эфир, послушать ваши вопросы, ответить на них и немного поговорить про вибрации, которые существуют в мире и о том, как их совмещать. Потому что каждый раз на занятиях, которые у нас проходят, мы видим, что люди действительно поднимаются в верхние вибрации. И часто, знаете, что с ними происходит? Такой отлёт. И очень хочется, чтобы мы всё-таки на Земле умели совмещать как нижние вибрации, так и высокие. Итак, давайте всё по порядку пройдём с вами. Есть понимание низких и высоких вибраций. И я как энерготерапевт, я занимаюсь энергиями, пройду с вами вместе через чакры. Многие, может быть, уже от меня это слышали. Но давайте повторим, поговорим немножко по-другому. У нас есть наше энергетическое поле. И есть физическое наше тело, такое 90-60-90. А есть энергетическое поле, которое часто доходит до 3, 5, 7, 9 метров, кто занимается своим энергетическим полем. И наше энергетическое поле, так скажем, вибрационное поле, энергетическое поле – это то же самое, что и вибрации. То есть то, как твоё энергетическое поле несёт тебя в мир, это то же самое, то, как ты в мире вибрируешь. Так вот, мы рады вас всех видеть. Всё-таки родненькие и Акнур, и Настя. Ну, всех рады видеть вас. Присоединяйтесь. И если продолжать, то наше энергетическое поле, наше вибрационное поле, то есть энергетическое поле равно вибрационное поле, оно базируется на наших семи чакрах. У нас есть базовая чакра, первая, которая находится в самом низу, в основании позвоночника, чакра, которая отвечает за базовую потребность жить. Так вот, самая первая чакра – это самая нижняя вибрация. То есть, когда ты борешься за выживание, ты очень низко вибрируешь. А мы боремся за выживание когда? Когда мы пытаемся отстоять свою территорию, когда мы пытаемся наесться, когда мы пытаемся увидеть свет и прочее. Вот это вот такие низкие вибрации. Первая чакра, она такая немножечко агрессивная, немного такая заземленная и очень мощная. Поэтому важно понимать, что ребенок, который рождается, он рождается с первой базовой чакрой, с первыми базовыми низкими вибрациями. И в течение жизни или в течение процессов, которые происходят в его жизни, мы эти вибрации поднимаем. То есть, раз за разом, по чакрам, поднимая энергию, мы поднимаем свои вибрации. Соответственно, дальше мы идем во вторую чакру, чакру наслаждения, чакру удовольствия, чакру хочу. И мы переходим на вибрации, которые больше связаны с сексом, с вкусной едой, с наслаждением и с удовольствием. Вторая чакра, она тоже относится к низковибрационным чакрам. И когда мы живем в процессе «я хочу», «хочу это», «хочу то», «хочу секса», «хочу еды», «хочу борща», это прям опять же про низкие вибрации. И действительно, если говорить о высоких и низких вибрациях, то если смотреть на отношения между партнерами, если смотреть на отношения между нами и миром, то самые плотные связи, прям очень плотные связи у нас находятся на низких вибрациях. Потому что низкие вибрации, они достаточно плотные. Да, но если сравнивать, то наверху мы связаны какой-то невидимой нитью, а внизу по низким вибрациям мы связаны прям такими железными канатами. Поэтому здесь важно понимать, что часто, когда мы вступаем в отношения с партнером, в отношения с работодателем, если мы завязываемся на нижних вибрациях, вот на этом «хочу», «хочу секса», «хочу любви», «хочу борща», мы сейчас перейдем еще к третьей чакре, третьей чакре – это «хочу денег», «хочу выжить», мы туда очень сильно, так скажем, влипаем. Получается такая некая созависимость. И опять же повторю, что часто в партнерских отношениях у нас есть не просто «я выбираю тебя, партнер, потому что я цельная» или «цельный», а потому что у меня с тобой созависимость по низким вибрациям. А созависимость по низким вибрациям, сейчас такая, знаете, оговоречка, низкие вибрации – это неплохо, не надо делить на «плохо» и «хорошо». Это, да, привет, Герман, тоже рада тебя видеть. Низкие вибрации – это не «плохо» или «хорошо», да, это просто «жизнь». И важно сейчас, вот когда вы меня слушаете, признавать, что у тебя есть все вибрации. И важно не отлетать из низких, высоких, а соединять это. Я сегодня в эфире хочу об этом побольше поговорить. Ну и вот у нас там возникает третья чакра, которая отвечает тоже за низкие вибрации, низковибрационная еще чакра. Она отвечает за деньги. И часто вспоминаете ваши отношения, вы находитесь, да, привет, моя прекрасная, вы находитесь в созависимых отношениях, потому что он вам оплачивает, не знаю, квартиру, или он, в принципе, вам все оплачивает. Или вы находитесь в созависимых отношениях со своим работодателем, потому что он платит вам деньги. Это история про то, когда я хожу на работу, как хорошо, это история, когда я хожу на работу ради денег. Так, Лерочка присоединилась, о чем мы говорим сегодня? Мы сегодня говорим о вибрациях, низких и высоких вибрациях, о вибрационном поле, об энергетическом поле. Так вот, идем дальше. Напомним, первая потребность у нас – жить. Я хочу жить, и мы здесь тоже попадаем в созависимость, потому что жить я хочу. Вторая чакра – она про секс, еду, наслаждение. Низкая вибрационная. Третья чакра – она про деньги. И вот все эти три вибрации, они, знаете, такие очень заземленные и очень твердые. Находясь в этих вибрациях, вы получаете такую базовую стабильность. И здесь тоже важно понимать, что это все вы можете иметь не в созависимости, а потому что тебе комфортно и хорошо. Но туда вы можете пройти только поднимая свои вибрации еще выше. Когда ты поднимешься вверх, а потом с этими тонкими, чистыми, светлыми вибрациями снова опустишься вниз. Мы переходим к четвертой нашей чакре – сердечная. И всего семь чакр, и центром нашего поля энергетического, центром наших вибраций является сердце. И здесь переходит такой, знаете, переломный момент. Здесь мы понимаем, что мы можем любить человека просто так, что мы можем любить работодателя просто так, что мы можем любить подругу просто так. Не потому что она тебя 22 часа выслушивает по телефону, не потому что он тебе покупает поездку на Мальдивы, не потому что он, не знаю, круто с тобой занимается сексом. Ты его можешь любить просто так, когда ты любишь людей просто так, когда ты себя любишь просто так. И вот здесь позиция вибраций переходит в такой прям серьезный переход. Мы здесь переходим из низких вибраций в высокие. И здесь нам становится неважно. Нам здесь становится неважно, выживу я или не выживу. Нам становится здесь неважно, купил он мне Мерседес или не купил. Здесь мне становится неважно, заплатил он мне работодатель зарплату или нет. Мне здесь важно становится идти с открытым сердцем и самой любить себя. И тогда я понимаю, знаете, может, многие из вас вспоминают такие истории в жизни, когда я больше не выбираю эту работу, когда я больше не выбираю этого мужчину, потому что я чувствую, что там есть что-то очень низковибрационное, а я хочу выше. И мы поднимаемся выше, и пятая, и шестая, и седьмая чакры – это уже высокие вибрации. И здесь наступает такой самый отлет. И действительно на своих мастер-классах, на своих тренингах я много работаю с верхними чакрами. Нам было всегда тяжело пройти через сердце. Мы всегда вибрировали внизу. Нам что самое главное было в жизни? Секс, деньги, борщ, и вот это вот все, там, семья, там, не знаю, ну, вот эти вот, знаете, все рамки. Это было всегда важно. А раз за разом мы понимаем, что в мире есть что-то большее, в мире есть открытое сердце, в мире есть миссия и виденье, в мире есть божественный канал, через который ты можешь что-то нести. И опять же, кто ко мне ходит, вы все это знаете, и часто вы с тренинга по состоянию королевы выходите такая немножко в отлете. Так вот, то, о чем я хотела сказать, да, действительно, мир сейчас переходит в эру высоких вибраций. Мы очень активно туда переходим. И в этом нет ничего плохого. Когда мы переходим, каждый из нас, в эру высоких вибраций, мы поднимаем мир на новый уровень. Мы поднимаем его вверх. И да, действительно, сейчас очень многие люди хотят работать в помогающих профессиях, нести в мир свет, нести в мир любовь, нести в мир там согласия, солнце и прочее. Ну, важно понимать, что Земля, как планета, мы, как люди, остаемся жить на Земле. И нельзя нас всех поднять вверх. Нужно вот этот верх соединить с низом. Сегодня эфир у меня как раз-таки про то, когда мы часто отлетаем и теряем связь с реальностью. Мы часто отлетаем в последнее время и теряем нашу жизнь, да. Поэтому, пожалуйста, заземляйтесь, пожалуйста, поднимайтесь вверх и, пожалуйста, спускайте эту энергию вниз. Очень важно быть одновременно на Земле и заземлять свои идеи, проекты, новые мысли. И очень часто подниматься вверх, чтобы там это брать. Там наверху бесконечное количество вариантов. Там наверху все ваши новые проекты, все ваши выходы за рамки. Ты когда оттуда сверху от божественной энергии, показываю вам руки, мы не видно. Ты когда оттуда сверху от божественной энергии берешь что-то новое, важно это прийти и заземлить, то есть сделать конкретно, упаковать продукт, поставить на него цену, да, и начинать продавать. Ну так, если уж совсем грубо, да. Ты когда там сверху влюбилась в своего прекрасного принца, тебе нужно все равно спуститься и заниматься с ним сексом, варить ему борщ, понимаете. Важно это все опустить, потому что когда ты там, он прекрасен. И вам больше как будто ничего не нужно, но важно понимать, что вы живете на земле. Это как мы вчера в расстановке сказки говорили, это когда ты занимаешься, как мы говорили, занимаешься сексом, высоковибрационным сексом. Это об этом, да. Поэтому, может мне начать задавать вопросы, потому что все, что я хотела сказать, я в принципе сказала. Поэтому что важно, важно отслеживать каждую из своих чакр, важно понимать, в каких вибрациях ты находишься. Первое, постепенно поднимать вибрации у себя, постепенно поднимать вибрации в твоей паре с мужчиной или с женщиной, постепенно поднимать вибрации в твоем коллективе, в твоем бизнесе. Но потом не забывать возвращаться вниз. И тогда твоя жизнь – это соединение всех вибраций, низких и высоких, низких и высоких. И ты в этом живешь. И тогда ты целостная. И тогда твой партнер рядом целостный. И тогда твой коллектив рядом целостный. И тогда вы можете больше. Это когда ты идешь на 100% наполненная, на 100% стопроцентная. Как-то так. И знаете, я это очень четко ощутила в расстановках, которые я делаю. Потому что когда я иду, допустим, в расстановку только из верхней части, я могу долго рассказывать о Боге, о Божественном канале, о каком-нибудь вселенском законе, о кармических историях, пошли 300 лет назад, 300 лет вперед, о будущем. Но для того, чтобы человек конкретный понял, что происходит реально, нужно это все ему спустить и заземлить, и объяснить, как это в реальной жизни. Понимаете? Если бы я была просто расстановщиком, который там летает наверху, ну, вы бы ко мне все перестали ходить, потому что бы я разговаривала каким-то не очень понятным с вами языком. Это очень важно. И в другую сторону важно, чтобы мои клиенты и мои ученицы получали возможность подниматься вверх. Надеюсь, я вам понятно все рассказала, объяснила. Сегодня возник такой у меня вопрос утром в голове, потому как мы вчера делали расстановку сказку «Русалочка», и у нас как раз такая штука и вышла, да, что есть часть женщины, которая улетела, и часть женщины, которая внизу. И вот мы очень долго это соединяли, важно соединиться. Мы помним, что соединение идет через середину, через сердце. Что значит поднимать вибрации, как это на практике делать? Что значит поднимать вибрации? Ну, смотрите, нижние вибрации, они очень связаны с такими мирскими вещами. Жить, есть, заниматься сексом, есть мясо и прочее. Ну, то есть, например, вот мы сейчас идем в марафоне по голоданию, и вот кто, например, голодает сейчас, они понимают, что вот в день, когда мы не едим, мы поднимаем вибрации. Да, это такая штука божественная. Например, это человеческая вещь. Выжить – это кушать. А выжить прям серьезно – это кушать мясо, кушать там гамбургеры, прям есть конкретную человеческую еду. И когда, например, ты отказываешься от еды, начинаешь есть, опять же, высоковибрационную еду, это там полезные овощи, какую-нибудь там необработанную продукцию, ты, например, поднимаешь свои вибрации. Что еще поднимает вибрации? Это все медитации, все практики. Пожалуйста, тренинг по состоянию королевы. Завтра, послезавтра, кстати, в Москве у меня тренинг по состоянию королевы крылья свободы. Из тренинга по этому состоянию вы точно выйдете достаточно на высоких вибрациях. То есть все практики, все медитации, все мастер-классы, все тренинги, которые работают с верхами, с верхами, понимаете? Вот это тоже помогает поднимать вибрации. Общение с воздухом и с природой помогает поднимать вибрации. Пожалуйста, путешествуйте, заведите себе правила без телефона, без книжки, в тишине гулять по улице. Заведите себе правила проводить, например, 10 минут в тишине. Закрыла глаза, села без звуков, когда у тебя ничего не засыряет твое сознание, просто в тишине помолчала и помедитировала. Это все тоже поднимает вибрации. Ответила, ну то есть все то, что, знаете, все то, что делал бы Бог, вот как-то так хочется вам сказать. Вот человек, он чего делает? Ест, там, нервничает, бегает, пытается выжить. А когда ты выходишь из выживания, тебе становится как будто все безразлично, все просто течет в твоей жизни. Вот так мы выходим в новые вибрации. Какая пища является высоковибрационной? Ну, смотрите, однозначно, это все полезные овощи и фрукты, это те вещи, которые… Ну, я вообще к этому, знаете, как отношусь? Это те вещи, которые выращивали или приготовили люди с качественной высокой вибрацией. Когда я еду на рынок, я прям чувствую людей, да, кто их покупал, кто их привозил, кто их выращивал. Понятно, что там кусок мяса, он особо не будет для вас высоковибрационным, и, скорее всего, он вас опустит вниз и заземлит. Вот я, например, когда отлетаю наверх совсем, я прям иду и ем кусок мяса, и он меня прям заземляет. Совсем бесполезная и низковибрационная, причем не здоровая низковибрационная пища будут все вот эти вот фастфуды, там, где, ну, как бы, вколоты какие-то наркотики и прочее, да, вот часто в пищу это все вкалывают. Ищите магазин здорового питания. Сейчас, на самом деле, очень много этого, да, и купите лучше, не знаю, один кусочек сыра, и он, пускай, будет дороже, но он будет очень такого высокого качества. Например, ответила, я так смотрю, еще есть вопросы. Какая пища является высокая? Надеюсь, ответила. Давайте, задавайте еще мне вопросы. Ну, и опять же, знаете, когда я говорю в расстановках, опять же говорю, вытащи из себя Бога, потому что Бог, он там не ест, у него там нет особой эмоции, он особо там не парится, а там про выживание. Вот это все, оно тоже про человек, про высокие вибрации. Например, очень сильно падают вибрационные поля, когда мы, например, пьем алкоголь, да, поэтому я тоже часто спрашиваю, почему я вообще не пью алкоголь, потому что я много работаю, чтобы поднять свои вибрации, потом выпила полбокала вина с сыром пармезан, как обычно говорят. Ну, как ты себе это не позволишь? Я выпью такой кусок, ну, полбокальчика вина, и все, я утром просто встать не могу, да, у меня нет энергии жизни, первой чакры даже нет, понимаете? Потому что вот, например, меня алкоголь, он прям вообще под землю упаковывает. То есть мне вот, я там качала свое энергетическое поле до 9 метров, выпила полбокальчика с пармезаном, и все, и утром я лежу труп, не хочу жить, понимаете? Потому что все это высасывает, поэтому я, в принципе, не пью больше алкоголь. Ну, вот из такого. А можно заземляться, но при этом не опускать вибрации. Марин, смотри, важно не опускать или поднимать вибрации, важно, чтобы тебе энергия ходила и туда, и сюда. Например, когда я иду в расстановку, я раз пошла наверх и поднялась, я вижу, что мне надо эту вибрацию спустить до людей и объяснить. Я спустилась. У вас должны быть проходы вверх и вниз. И в течение жизни ты ходишь вверх и вниз, вверх и вниз. Или одновременно светишься по всему, да? То есть, например, ты идешь в отношения с мужчиной, вам нужно заниматься сексом. Ты спустилась вниз, начала заниматься сексом, и в процессе подняла вибрации, да? Понимаете, например, ты идешь в группу, ну, как я к ученицам иду, я понимаю, что большая часть людей пришла там получить какие-то конкретные вещи про выживание, про деньги, про ценность. Я захожу в группу и начинаю их поднимать снизу вверх. И если бы у меня не было низов, я бы не смогла никого поднять, потому что мне бы цеплять было не за что. Поэтому важно не заземлять верхушку и низушку, а важно научиться жить в постоянном потоке. Как, знаете, радуга в тебя встроена, и у тебя все чакры одновременно работают, да? И тогда ты одновременно можешь быть везде. Маринечка, ответила тебе на твой вопрос? Давайте еще меня что-нибудь спросите. Сколько минут эфира? 15 минут эфира прошло. Ну, дорогие мои, я все, что хотела сказать, по крайней мере, то, что у меня было в голове, я вам сказала. Ну, вот, например, мне сегодня многие написали, ой, Юля сегодня проснулась с энергиями. И действительно так. Я вчера, например, целый день голодала. Я провела вчера, там много расстановочных работ. У нас вчера была расстановка сказок, у меня были индивидуальные расстановки. Я сегодня встала в 5 с утра, а из меня прет, прет. То есть у меня заходила в мой инстаграм, вы уже видите, что я с утра уже хучу всего переделала. Почему? Потому что энергия появилась. И причем здесь важно понимать, энергия появилась не только верхов, да, потому что я голодала, а она в принципе появилась, потому что я взяла, у меня возникла идея, например, сделать прямой эфир про вибрации. Я спустила это ниже и написала, что сейчас буду давать эфир. Села в 9 утра и дала эфир. И если бы у меня не было нижних вибраций, я бы не смогла бы физически включить телефон и пообщаться с людьми. Потому что, как правило, с миром все еще мы общаемся через нижние вибрации. Сейчас уже есть люди, которые поднимаются высоко, но 90% нашей планеты все еще находятся здесь, в зависимостях. Мужчина соответствует моей энергии или это не важно в отношениях? Конечно, это очень важно. Мужчина, как правило, транслирует нас. И если ты поднимаешь вибрации, хороший вопрос, про кофе я сейчас отвечу, если ты поднимаешь вибрации, твой партнер рядом, скорее всего, тоже их поднимает. Ну, потому что вы вместе. Каждый раз, когда вы вступаете в отношения с кем-то, это общее энергетическое поле и общие вибрации. И, может быть, вы чувствуете, что ты такая вся королева и высоковибрационная, а пришла в отношения с мужчиной, а он, например, низковибрационный. И вы вместе упали вниз. И тебе с ними хочется только сексом заниматься, борщ варить и требовать денег. А ты вроде как полчаса назад еще думала о своей миссии, о своем предназначении, о чем-то бложественном. Всегда любые отношения, в которые вы вступаете, у вас появляется одно общее энергетическое поле. И это очень важно понимать. Ответила. Так, Юля, а кофе? Кофе, да. Кофе снижает вибрации. Я признаюсь, я пью много кофе. И это, пожалуй, единственная вещь в моей жизни, которая серьезно мне снижает вибрации. Я здесь в ответственности. Я сейчас делаю это все реже и реже. Но кофе, да, оно проземное. Оно проземное, прям прочеловеческое, подбирает энергию. Но, знаете, если я еще кофе перестану пить, я вообще стану богом, знаете. Так я иногда шучу, когда мне говорят, почему ты пьешь кофе. Пожалуй, кофе – это единственная вещь, от которой я осознанно пока не отказываюсь, потому что это мне приносит наслаждение, удовольствие и заземляет очень сильно. Последнее время. Ответила, надеюсь? Отказываюсь. Ну, в общем, если есть возможность отказаться от кофе, пожалуйста, отказывайтесь. Отказывайтесь. Только, пожалуйста, знаете, здесь тоже такая вещь. Вы все равно люди. Опять, вы знаете, мы сейчас опять про высокие вибрации говорим. Вы все равно люди, вы все равно должны испытывать человеческие чувства, человеческие эмоции, человеческое наслаждение. Если ты совсем отлетела, ты знаешь, что воля, что не воля, все равно я в своей миссии пошла. Именно не нужны ни деньги, ни мужчины, ни работа, ничего. Поэтому время от времени все равно возвращаетесь. Реально нам возвращаться легче, чем подниматься. Нам подниматься значительно тяжелее. Но у нас бывают истории, особенно вот мое окружение. Вы это любите. Отлететь и не вернуться. Именно поэтому для вас сегодня даю этот эфир, потому что я вот вижу в сказке, вчера это увидела, задача возвращаться и соединять это все. Вот здесь, на уровне сердца. Соединять. В последнее время очень увлеклась учебой. Совсем не хочу, в последнее время очень увлеклась и совсем не хочется есть. Я сильно подняла вибрации. Да, на самом деле это очень хорошо, потому что еще раз скажу, высокие вибрации проходить значительно тяжелее. Учеба, это тоже про поднятие вибраций. Любое развитие, любое развитие, это поднятие вибраций. Вот даже знаете, в академии иногда смеемся, что если, например, идет тренинг по состоянию любовницы, это низкие вибрации. Люди прям больше съедают. Там надо молоко, покупать дополнительные сахарфрукты, дополнительные сладости. А если, например, идет в академии тренинг по состоянию королева, мы-то вообще не успеваем есть. Мы там без перерывов работаем. Ну, как бы вообще не до еды. Потому что здесь вообще не до еды. Это такая божественная часть. А Бог, как вы помните, вообще не ест. Вот. Еще что-то спросите? Ну, знаете так, резюмируя сегодняшний эфир, очень важно поднимать вибрации, идти раз за разом в это. И это первый шаг, который вы должны обязательно сделать. Нам очень тяжело их поднимать, потому что миллиарды поколений боролись за жизнь и за выживание. Никто, ни одно поколение в нашей жизни, в нашей истории еще не жило так, как мы. Все поколения, даже наши родители, они еще боролись за выживание. А бороться за выживание – это очень низковибрационные, понимаете, энергии. Мы первое поколение, которому уже не нужно бороться за выживание. И мы первое поколение, которое сейчас поднимает мир высоко. И важно в это идти, важно работать над собой, потому что ты именно тот человек, который делает что-то большее для мира в тот момент, когда ты поднимаешь вибрации. У меня на самом деле есть подкаст, где я прям конкретные цифры приводила, прям научные исследования, где видно, что сами вибрации Земли увеличивались. Они замеряли вибрации Земли. Я там конкретные цифры привожу. Можете посмотреть, это где-то полгодика назад есть подкаст «Вибрации Земли увеличены», как это так называется. И вот здесь это очень важно. Мир меняет вибрации, человечество меняет вибрации. И мы действительно, то поколение, которое меняет сейчас мир, с нас начинается новая история, новая высоковибрационная история. С одной стороны, это круто, с другой стороны, нам тяжело, нам надо вырваться из выживания, потому что нам всё время всего не хватало еды, денег, мужчин, всегда надо было выживать. Вот сейчас всего достаточно. И задача каждого из вас, твоя конкретная задача, помочь миру выйти выше, выйти из выживания. Но потом это всё заземлить в мир. И моя конкретная миссия тоже в этом же, понимаете? Поэтому поднимаемся вверх, а потом соединяем низ с верхом. Соединяем низ с верхом. Как-то так. Мечтаю прийти к вам на тренинг. Приходите обязательно. Я вас всех буду очень рада видеть. Так, сейчас смотрю, вопросы какие-то были. Так, так, так. Саша, мне тут что-то спросила. Сашенька, привет. Юля, а в результате получается через нижние вибрации достижение? Нет, на самом деле, смотрите, про достижение. Ещё раз. Верхние вибрации нас поднимают. И тут у нас энергия хаоса, творчество. Здесь ты можешь внести в мир что-то новое. Понимаете? Низами ты уже всё умеешь и делаешь. Вот важно. Вот у меня, например, подкаст родился, эфир родился. Он через верх. И ты через верх берёшь что-то новое, да, там вот, как я расстановки делаю во всех временах и пространствах. Через верх. А через низ ты это заземляешь. То есть приносишь к людям. Понимаете? Поэтому лучшие результаты получаются, когда ты берёшь изверха и опускаешь вниз. Поэтому, если ты будешь внизу делать то же самое, что всегда делала, там, скорее всего, больших результатов не будет. Поэтому самые лучшие результаты, они когда идёт полная сонастройка совсем, да. Ты берёшь от божественной энергии информацию, что делать, и вниз проходишь. Кто был у меня на тренингах, кто был у меня на расстановках, вы знаете, да. Я беру информацию из канала, и вам вниз её приношу. И часто у меня тренинги не повторяются, мастер-классы не повторяются, потому что я информационном потоке беру и отдаю, беру и отдаю. И тогда получается результат, да. То есть самый крутой, самый качественный, самый обширный результат, когда ты объединяешь всё в себе, целостно это делаешь. Сашенька ответила, тебе рада, кстати, тебе. Мечтаю прийти к вам на тренинг, пожалуйста, за Москва. Завтра, послезавтра тренинг. Крылья свободы, с радостью вас увижу. И 27 декабря расстановка сказка. Будем смотреть, что будем ставить. Там в рабочем аккаунте, кстати, идёт опрос, какую вы хотите расстановку сказку. Куда вас ещё позвать? 13 декабря. Групповые расстановки. Приходите хотя бы на заместителей, записывайтесь. В общем, приходите в моё поле, слушайте мои подкасты, смотрите меня на ютубе. Мне кажется, я настолько доступна. Подавайте мне вопросы в моих сетях. Мне кажется, я настолько доступна. Сейчас не всем успеваю отвечать. Извините, если я кому-то не ответила на какие-то вопросы, повторите их, пожалуйста, потому что был такой достаточно плотный график. Это нужно миссию свою осознать. Ну, миссию, это может быть громко сказано. Да, миссию – свою судьбу, свою жизнь осознать. Зачем ты родилась? Понять, что ты в этот мир пришла не просто так. Не просто, знаете, там, сексом заняться, поесть и поспать. Ты пришла за чем-то большим. Вот это приблизительно про это, да? Если ты низко вибрируешь, твоя задача там позаниматься сексом, поесть, поспать, денег больше притащить. А когда ты идёшь в высокие вибрации, ты понимаешь, я здесь не только для этого, я здесь для чего-то большего. Дать миру что-то большее. Вот. Как связаны вибрации возникновения болезней? Ну, в моём случае, я конкретно свой пример приведу. Когда я иду выше, тело часто не выдерживает, потому что тело, оно действительно низковибрационное. И когда мы начинаем встраивать новые вибрации, тело становится плохо, да? Там у него сидят травмы, там, бедности, травмы, там, допустим, ну, нижние травмы, там, секса, травмы, еды. И мы, когда начинаем поднимать вибрации, тело тоже начинает перестраиваться. И часто это очень отражается на теле. Вот вчера, опять же, в расстановке «Русалочка» у нас это было очень сильно видно, да? Ты идёшь вибрациями, знаешь, как самолёт, он когда взлетает вверх, у него турбулентность возникает. Вот так же и с телом. Поэтому здесь очень важно идти аккуратно, аккуратно, аккуратно в это. Примите слова благодарности за октаву. Октава, моё сердце с вами. Я к вам летом обязательно приеду. Люблю вас очень. Прекрасный эфир для утра. Просто супер. Всё, благодарю. Эфир мы сгрузим обязательно на YouTube-канал, мы его обязательно сгрузим в мой подкаст. До новых встреч, мои прекрасные. Очень вас люблю и благодарю за то, что вы присутствуете в моём поле, потому что именно вы меня вдохновляете всё это делать. Я понимаю, что я здесь для чего-то важного и большего. Люблю и всем сердцем с вами. Ваша Юлия Ходорцева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok